Время новостей на телеканале Дом, в студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Во имя мира на Донбассе, а в Берлине, завершилась встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. Переговоры, посвященные перемирию на востоке Украины, длились более семи часов. О чем говорили, мои коллеги знают. 13 часов по Киеву. В Берлине приземляется самолет с украинской делегацией. Сегодня здесь состоялась встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной темой переговоров стали шаги для сохранения перемирия на Донбассе, новые точки разведения сил, открытие новых пунктов въезда-выезда, разминирование и следующее взаимное освобождение удерживаемых лиц. Мы приехали сюда, ну, по-перше, для того, чтобы подвести подсумок того, что уже выполнено, соответственно, до договоренности лидеров под час парижского саммита. Еще накануне берлинской встречи в Кремле заявляли, не видят смысла в переговорах на уровне советников. Этот эксперимент может быть продолжен, но уже без деятельного участия России. Со всей ответственностью заявляю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечном длящемся спектакле, с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию. Мнение представителя российского президента очень быстро изменилось. Уже сегодня он на переговорах в Берлине. И эта встреча, по мнению экспертов, должна приблизить мир на украинском Донбассе. И перемирие – это самое продолжительное. За шесть лет вооруженного конфликта тишина на Донбассе длилась 42 дня. До того, как незаконное вооруженное формирование открыли прицельный огонь по нашим военным. Формальным поводом стало якобы возведение в СУ новых укреплений близ шумов. Чтобы опровергнуть эти обвинения, Украина согласилась на совместную инспекцию ТКГ и АБСЕ. Но по вине противника проверка так и не состоялась. Вопреки достигнутым договоренностям, россияне и сепаратисты потребовали дополнительных условий. В частности, фото- и видеосъемку. А это уже создавало риски, что это будет неконтрольная инспекция для того, чтобы убедиться, что никаких нарушений договоренности нет. А это уже будет, по сути, легализованная разведка. Потому что эта информация могла быть использована в разведывательных целях. После семи часов переговоров стороны сошлись на том, что режим тишины на Донбассе, о котором договорились в конце июля, необходимо и дальше соблюдать. Марина Руденко, Артем Голуб, Киев, твой дом. После трех вчерашних обстрелов позиций в СУ сегодня на Донбассе снова абсолютная тишина. Накануне противник обстреливал шумы. Именно там должна была состояться совместная инспекция позиций ОБСЕ и представителей ТКГ. И, как сообщают в штабе ООС, умышленно стреляли по сухой траве, чтобы спровоцировать пожар. Украинские военные на провокации противника не отвечали. У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділу ДСНС об'єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, рятувальники об'єднаних сил проводять роботи з відновленням пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків. На 33 об'єктах роботи ще тривають. У правительства нет долгов по зарплаті перед сотрудниками государственних шахт. Об этом сообщили в Міністерстві енергетики. З начала года на покаження задолженності перед граниками Кабмін выделил 3 млрд грн. Ведомстві отмечають, рассчитаться з долгами удалось благодаря налаживанию збита отечественного угля. Після проведених перемовин і певної роботи компанія «Центренерго» заплатила всі свої борги перед шахтарями за поставлену вугільну продукцію, що дало можливість також погасити заборгованість за електричну енергію і всім шахтам працювати сьогодні державному сектору, працювати стабільно. На обустройство нової сети водопровода і модернізцію Белогоровської насосної станції, яка обеспечиває водою весь Лисичанск, із бюджета выделят 80 млн грн. Об этом сообщили в Лисичанской военно-гражданской администрації. Ремонт планирують завершити вже в следующем году. Сейчас жителі города получають воду по графику – несколько часов в сутки. Є проект заміну цього водопровода длиною 2,6 км. Якщо ми його заміним, вже у нас водопровод буде в робочому станції, ми зможемо його грузити. Планируємо закупити модульну трансформаторну подстанцію і перейти на 1-й клас обслуживу електронії. Тобто, у нас розпочивалося зараз гривна 55, ми перейдемо на 0,35 гривна. Тобто, ми в три рази проявляемо оплату електронії. Це дуже старий коммуникацій, дуже старий. Дати круглосуточну подачу води гарантий не буде того, що де-то у нас опять не почнутся проблеми. Тобто, да, проблему ми знімемо, 2,4 на 7 вода у нас буде. 21 рік, я думаю, ми эту проблему знімемо, однозначно. По жёсткому графику, уже почти неделю получають воду в аннексированном Симферополі. Без Днепровської води полуостров оказался на грани гуманитарной катастрофи. Самопровозглашённые власти Крыма поспешили обвинить во всьому Україну. Якобы перекрыв северокрымский канал, Київ нарушила международные конвенції. В представительстве президентов АРК, в свою очередь, заявляют, украинскую воду пустят в Крым лишь после возвращения полуострова под контроль Украины. Наша позиция Украины однозначна. Вода в Крым пойдёт после переоккупации крымского полуострова. После возвращения украинских флагов над административными зданиями на территории нашего украинского Крыма. Российская Федерация является государством-оккупантом. Соответственно, все вопросы, связанные с обеспечением любыми ресурсами оккупированной территории, гражданского населения оккупированной территории, должна осуществлять государство-оккупант, Российская Федерация. Точка. Сотрудничество во время изоляции. Такая главная тема шестого Донбасс-медиафорума. Он стартовал в нескольких городах Украины и впервые проходит онлайн. За кулиси побывали наши журналисты. Без сотен гостей и многолюдных воркшопов. В этом году карантин внес свои коррективы в работу Донбасс-медиафорума. В этот раз спикеры ведут диалог в студии. Многие эксперты выступают по видеосвязи. Организаторы говорят, именно во время пандемии такой контакт журналистов особенно необходим. Донбасс-медиафорум проходит уже в шестой раз. И цель не меняется. Поддерживать связь между журналистами, которые работают на Донбассе, в Крыму, и которые потеряли свободный доступ к этим территориям. Мало того, что у нас вооруженный конфликт, плюс еще и присоединяется ковид, и кризис усугубляется. Это все, конечно, мешает работе журналистов. И мы ищем ответы, как другие страны справляются. В этом году в форуме участвуют эксперты из 14 стран мира. Представительство ЕС стало партнером Донбасс-медиафорума с его самого основания в 2014 году. Мы верим, что медиа – это не только основа любого демократического общества, но также играет решающую роль во время решения любой конфликтной ситуации и в мирном урегулировании. Одной из ключевых была дискуссия о том, как консолидировать украинское общество через медиа в условиях боевых действий на востоке Украины. Ее участницей стала руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская. Она рассказала, что миссия вещания на неподконтрольной территории – вернуть Украину в повестку дня людей, которые оказались там в ловушке. Говорит, при создании концепции канала опирались на международный опыт. Есть опыт, например, канала «Пик», это и навещатель Грузии, который сразу после войны 2008 года переформатировался в русскоязычные каналы навещания, потому что вещать на грузинском нет смысла, потому что люди, которые говорят на грузинском, и так понимают, в чем дело. На английском тоже понимают, в чем дело, потому что у них нет проблем, они не смотрят Соловьева и Киселева, понимаете. То есть нужно вещать для тех людей, которые, к сожалению, смотрят эти каналы. Также к дискуссиям присоединились представители медиа и власти из Донецкой и Луганской областей. Донбасс-медиафорум и для меня, и для моего коллеги в Донецкой области полезен тем, что это все-таки узкопрофильная площадка, которая для Донецкой и Луганской области больше. И для тех людей, которые родились в Донецкой и Луганской области, живут где-нибудь по всей Украине. Жители Донецкой и Луганской областей смогли присоединиться к дискуссии через социальные сети. В течение полутора часов говорили о противодействии COVID-19, предстоящих выборах и о возможности донести правдивую информацию людям, живущим на временно неподконтрольной украинской власти территории. Больше приходится на что рассчитывать. Это желание жителей линии разграничения смотреть, чувствовать и понимать, что происходит в Украине. Имея это желание, мы им предоставим для этого все возможности. Донбасс-медиафорум продолжится завтра. На нем обсудят освещение местных выборов и работу региональных СМИ в условиях пандемии. Юлия Крючкова, Анастасия Волкова, Надежда Сухорукова. Киев, Северодонецк, Краматорск. Твой дом. Жесткие задержания протестующих в Беларуси продолжаются. Силыки в масках схватили и затащили в микроавтобус минимум четверых женщин, которые вышли на протест к Красному костелу в Минске. Известная активистка Нина Богинская, которая уже более 30 лет участвует в митингах, попыталась за них заступиться. За все время протестов в Беларуси в СИЗО оказались около 10 тысяч человек. Как минимум семеро погибли. Конвейер, который штампует приговоры, свидетели на судах. Это некие ОМОНовцы, которые зачастую называются чужими именами, не снимают маски. И вообще говорят, нас там не было, но, пожалуйста, осудите. И людей все равно осуждают. Поэтому я не удивлен, что просто они решили забить вообще народ и в этом плане. События, изменившие жизни и судьбы. Полухающие в штате Орегон пожары заставили покинуть свои дома десятую часть населения. А огонь в Калифорнии окрасил небо над Сан-Франциско в красный цвет. Подробнее наши корреспонденты. Миллионы людей покидают свои дома из-за масштабных лесных пожаров в США. Погибли 23 человека. Огонь уничтожил более 4 тысяч зданий. Именно Калифорния стала отправной точкой для все еще непрекращающихся пожаров на западном побережье США. Штат бьет антирекорды. Первый – температурный. Воздух там прогрелся до 49 градусов по Цельсию. Второй – площадь возгорания, которая приближается к миллиону гектаров. Из-за огненной стихии небо в Сан-Франциско стало оранжевым. Улицы затянул густой смог. В соцсетях это зрелище сравнивают со сценами апокалипсиса. День стал ночью. В городе приходится включать освещение. Водители вынуждены включать фары. Это похоже на конец света. Это довольно страшно. Я всю жизнь прожила в Калифорнии. Мне хочется плакать от того, что произошло с нашим штатом. У меня нет слов. А это штат Орегон. Около 500 тысяч человек. А это более 10% населения штата. Были вынуждены покинуть свои дома. Огонь переходит из одного квартала в другой, уничтожая всё на своём пути. Припаркованные автомобили выглядели так, словно на них упала бомба. В грудах пепла можно увидеть остатки мебели, одежды, игрушек и фотографий. Это всё, что осталось от моего дома. Все остальные дома, которые здесь находятся, также пострадали от лесного пожара. Мы пытались забрать столько, сколько смогли. Потери больше, чем мы могли себе представить. Мне удалось забрать только мою семью, собаку и некоторые припасы. То, что произошло, это ужасно. А это последствия пожара в Бейруте. Накануне в порту Ливанской столицы, где в начале августа произошёл взрыв, вспыхнул сильный пожар. Горели склады. Столб дыма был виден за три километра от морской гавани. Пожарным потребовалась помощь армейских вертолётов. Вчера было страшнее, чем 4 августа, в день взрыва в порту Бейрута. Тогда мы не знали, что происходило. Мы не знали о событии, которые изменят всю нашу жизнь. Вчера, просто увидев этот дым, я почувствовал, что надежды больше нет. В Калифорнии пока ещё не наступил пик пожарного сезона. А потому там готовятся к ухудшению ситуации. Самые масштабные возгорания приходятся на сентябрь-октябрь. Их уже называют самым разрушительным в истории штата. Артём Голуб, Ксения Бугай, Телеканал Дом. Праздник красоты и грации во дворце спорта на международном турнире по художественной гимнастике Кубок Дерюгиной соревновались сильнейшие гимнастки. Самые яркие моменты их выступлений собрала Елена Дидух. Выступление с лентой 16-летней харьковчанки Николь Красюк под популярную песню Верки Сырдючки было одним из самых ярких в программе сегодняшних соревнований. Как-то спонтанно так получилось. Елена Ивановна поставила в атлете у нас на тренировке эту музыку. И так и пошло. Николь Красюк и стала победительницей международного турнира в многоборье среди сеньорок. Говорит, сильно не хватало зрительской поддержки. Из-за карантина на трибунах только гимнастки и их тренеры. Тяжело без зрителей. Когда в том году, допустим, была их поддержка, весь зал переполнен людьми, было намного легче. Потому что, когда выходишь и просто все тебя поддерживают, кричат, так намного легче. Второе и третье место на пьедестале почета заняли белорусские гимнастки. Анна Каменщикова и Арина Краснорудская. Сборная Беларуси приехала на Кубок Дерюгиной самым сильным и многочисленным составом. Команда Беларуси стала серебряным призером среди юниоров. Золото и бронзу завоевали первая и вторая украинские команды. Это очень волнительное соревнование. Во-первых, это наш родной зал. А в родном зале еще ответственнее намного. Мне очень нравится в своей стране выступать. Это на сердце даже легче, я не знаю. В субботу и воскресенье на Кубке Дерюгиной пройдут соревнования Гран-при при участии сильнейших гимнасток. Елена Дидов, Сергей Ильинский, Киев. Твой дом. С пожеланием высоких результатов и побед я прощаюсь с вами на неделю. Завтра в этой студии встречайте Анну Нитченко. И не забывайте смотреть нас на всех интернет-ресурсах. Доброй ночи и удачи!